Скажу насчет сроков. По моей информации, доступной мне, получается, она почти готова, вот, и примерно сегодня, завтра, либо же послезавтра, уже, получается, разработчики будут заниматься тем, чтобы загрузить это на основные сервера. Вот, насчет того, что будет ли новая карта и будут ли подарки, да, ну, будет, опять же, на двух серверах будут карты, переделанные под зимний вариант, то есть со снегом, украшениями и так далее. Также будут подарки, как в том году, их можно будет покупать, их можно будет находить. Ну, и, в принципе, контент примерно, если в общем плане брать, то ивенты новогодние будут примерно такие же, как в том году. То есть все, что было в том году, будет в этом. В принципе, все. Сейчас у кого есть вопросы по поводу зимней карты и того, что она из себя представляет, поднимайте руки. Так, Альфариан, первый, вперед. Можешь говорить. Привет, парни. У меня вопросик по поводу именно подарков. А что они с собой представляют? Что именно в них находится? Ну, смотри. То есть по всей карте, абсолютно по всей карте, получается, на данный момент расставлены спауны подарков. То есть я точно не помню, сколько их, вроде как, три на всю карту, и они со временем в разных местах опять появляются. Когда ты их находишь, срабатывает рандомайзер, который тебе выдает рандомное количество кредитов на счет. Ну, внутри, игровую валюту. Ну, я понял. Только кредиты? Да. Хорошо, благодарю за ответ. Угу. Кертис, следующий. Принимаю инвайт. Может, говорите. Слышишь на меня, да? Да, слышно. Смотрите. Так, щас, 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 секунду. Из чего представляет ивент там подобие загадки Гриус? То есть еще там будет представлять, меня ж не было тогда, в новом году тогда, в прошлом году. И еще будет представлять ивент. Что будет из себя представлять ивенты, правильно я тебя понимаю? Да, 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 да. Ну, вы это узнаете. Если я раскрою суть сейчас, то вам будет неинтересно впоследствии. То есть даже какие-то детали минимальные, я не хочу говорить. Вы это можете, в принципе, понять, исходя из названия ивентов. Хорошо, а у меня еще к вам вопрос по поводу подарков. Ну, там будут изменены какие-то числа. В плане? Ну, то, что, например, если выводит большая сумма, то она так и будет. Там никаких числ не будут изменены, как я понял. А, я понял твой вопрос. На него может более точно ответить, да, кстати, если он такой информацией располагает. Ну, я на самом деле просто не до конца понял вопрос. Как я понял, будет ли изменено число, которое может тебе выпасть в подарок? Да-да-да, вот это. А, все, я понял. Ну, насколько я знаю, это не меняли. То есть будет так же, как в том году. Все, это все, что я хотел спросить. Спасибо за вопросы. Диманеса, следующая. Принимаю инвайт. Можешь говорить. Хорошо. Скажите, тех дроидов, которых вы оставляли на горах, типа трупы дроидов, вы их будете как-то там украшать тоже, как и базу? Я вопрос понял. На самом деле... Идея интересная, но узнаешь и узнаете вы все, будет ли это или нет. То есть последствий. А плакаты вы тоже будете менять или нет? Или тоже узнаем? С плакатами посложнее. Скажу сразу, что они меняться не будут. Почему? Потому что касательно зимнего обновления, решено его было делать довольно-таки спонтанно. Соответственно, времени у нас перерисовать плакаты, а заняться этим полноценно не было. То есть плакаты переделаны не будут под зимний вариант. Но будет переделана карта. Спасибо. Все хорошо. Объясню, карта в плане плакат. То есть плакат на стене условно, то, что там на столе, на моприсе 41-го лежит, тот же вариант маленькой карты, это все будет в зимнем формате. Следующий вопрос от Оникса. Принимаю инвайт. Итак, у меня сразу два вопроса. Можно я задам? Да, конечно, давай. Первый вопрос насчет карты, опять же, про глобальное обновление. Будет ли из меня кардинально как-то карта? То есть добавление каких-либо локаций? В глобальном обновлении? Да. Насколько я знаю, нет. Ничего глобального именно на картах не планируется. Конкретно в день выхода глобального обновления? Понял. И второе, что я хотел задать, это, получается, насчет ивента, который проводился в прошлом году со снежками, которые взрывались. Будет ли такой ивент вообще? Ну, если админ решает, что он нужен, то он будет. Принял. Вопросов больше нет. Все, хорошо. Вопрос от Дэдхота. Принимаю инвайт, заходи. Так, можешь говорить. Тебя не слышно, если чем. Если чем и говоришь. Так, ты пока пытайся научиться разговаривать. Мы пока что послушаем ламба. Ва-ля-ля, слышно? А, все, окей. Ламба. Это Дискорд мне немного пролагал. Хорошо. Давай, слушаем тебя. У меня сразу два вопросика. Первое – это можно ли узнать, сколько будет минимальное количество выпадений кредитов из подарков и сколько может быть максимальное, если это доступно для рассказа? Так, ну, скорее всего, эта информация не секретная, но вот таких подробностей у меня нет сейчас на руках. Но если вдруг надо, это можно после собрания озвучить. Именно в чатах можно написать. А, ну, понял. И второй вопрос. Будет такое то, что при Новом Годе, вот прям как только он будет, просто всех отпустят с базы на время того, чтобы они искали подарки. Так как такая ситуация была уже на милитаре, и там сделали такой вариант, то, что просто отпустили с базы на определенный час вроде бы, или 30 минут искать подарки. Я тебя понял. Ты говоришь про номер ПТАМ, верно? Да, именно на время поиска подарков в районе того, что вопрос искать подарки без каких-то пострелушек и так далее. По поводу этого мы еще подумаем. Решим, нужно это или нет. Соответственно, если это будет нужно, то сделаем. Если решим, что не нужно, делать не будем. Все, понял. Вопросов нет. Все, хорошо. Так, стой, подожди, агрессив. А насчет того, что вот первого вопроса, насчет разброса получается кредитов, которые тебе могут выпустить из подарков от 30 до 1000. Сразу уже тут скажу. Все, хорошо. Тогда, Ламбада, принимай invite. Привет, можешь говорить. Приветствую. Два вопроса есть. Первый вопрос. Сколько по времени будут спавниться подарки? То есть дни? Дни? Ну да, в каком периоде они будут спавниться? За базой, на базе, не важно. Ну, скорее всего, вот с момента того, как эта обнова будет залита, окончательный вариант, скорее всего, никто даже не думал. И, соответственно, второй вопрос. Будет ли каким-то образом администрация наблюдать за теми, кто будет собирать подарки? Особенно это будет важно ночью. Почему? Потому что могут быть недобросовестные игроки, которые благодаря какому-то различному ПО их будут искать и таким образом фармят деньги себе. Да, конечно, мы будем такое предотвращать обязательно. И мы уже знаем, как мы это будем делать. Хорошо, тогда это все. Все хорошо, спасибо. Так, Васко, принимаю инвайт. Так, всех приветствую. У меня как раз вопрос касательно подарков. Вы сказали то, что они будут рандомно спавниться. Судя по опыту прошлых лет, то есть двух новых годов, которые я был, всегда все уходили в 41-е на это время. Неважно, под каким предлогом, лишь бы только получать подарки. Потому что основная часть рандомных спавнеров находится именно за базой. И тем самым получается некая несправедливость. То, что когда у нас заканчивается спецоперация, тут же офицерский состав вылетает за базу, тот, кто имеет право выхода, а рядовой состав ничего не получает. Я бы хотел бы уточнить этот момент. Нельзя ли бы сделать так, чтобы это как-то можно было сделать более справедливым моментом? Смотри, насколько я знаю, концентрация подарков между пространством за базой и самой базой, и 50 на 50 получается распределено. То есть 50% спавнится на базе, а 50% за базой. Можно тогда сделать, к примеру, 60 на 40? Ну, смотрите, у нас основной состав же это те, кто не может выходить за базу. Просто, ну, это реально и будет не очень правильно по отношению к рядовому срежанскому составу. Да, мы поняли, о чем ты говоришь. Тогда мы переходим к такому. Раз у нас основной состав это те, кто не могут покидать территорию базы самостоятельно, соответственно, те 50%, которые у нас находятся на базе, будут в большей степени доставаться им. А те 50%, которые находятся за территорией базы, уже будут распределяться между офицерами и теми, кто способен самостоятельно выходить за территорию базы. Так это как? Это ж невозможно будет отследить. То есть это как вот, например, Ну, если состав, к примеру, уходит за базу, соответственно, побегут за подарками же не рядовой состав, в первую очередь, а офицерский, в любом случае. Ну, смотри, Васка, как я уже сказал, в принципе, спавны подарков уже расставлены в концентрации 50 на 50. И я твою мысль услышал. Это в любом случае можно донести, предложить, но я не могу тебе обещать то, что все-таки как-то эту концентрацию изменит. Да, я понял. Я ничего как бы против не говорю. Я просто имею в виду к тому, что вот я помню, многие как бы общались между собой, но услышали разговоры, типа, ну, почему такая несправедливость? Типа, чем вот они, другие игроки отличаются от нас? Например, один и тот же игрок, да, 41-го, может там за день там тысячи две собрать, а один там просто бегает, бедненький там, выпрашивает его, хоть дайте, хоть посмотрите, если он там вообще или нет. Ну, это как-то такое себе, тем более это праздник, как бы, а не просто какой-то там ивент или что-то такое. Хорошо, да. В принципе, у меня все. Мы тебя поняли, мы услышали, мы над этим подумаем. Но, опять же, ничего не обещаем, ничего не гарантируем. Так, в домике, принимаю invite, слушаем твой вопрос. Всем привет, в общем-то у меня вопрос насчет моделек. Будут ли они перерисованы под новогодний стиль? Ты имеешь в виду текстуры моделей? Именно с типа модельки, которые игроков. Ну, я понял твой вопрос, нет, не будет. Нет. А еще на АП-41 будут подарки или нет? Да, будут. Ага, ну все. Ну, то есть, они могут там заспавниться. Ну, все, понял, да, спасибо. Так, а микрон? Следующий. У меня был вопрос по поводу самих подарков. Как производится, ну, их спавн-респавн. То есть, это после каждой спецоперации появляются подарки, и их можно подобрать, и после этого до следующей спецоперации они больше не спавнят. Я правильно понимаю? Нет. Смотри, сейчас тебе объясню. Получается, смотри, на карте всего может быть три подарка одновременно находиться. А, получается, когда берут один, проходит от 40 до 3 часов, и на его месте спавнится другой. То есть, не на его месте, а за место него, в любом другом месте. И так же, не больше трех подарков на всю карту. Алгоритм понятен примерно? Да. И второй вопрос, который у меня был. Вопросы в канале собрания с комьюнити. На вопросы, которые были заданы относительно давно, какие-то цифры поставили. Я первый раз такое вижу за все собрания, и не очень понятно, что это может значить. Это момент чисто для нас, для нашего же удобства. Это для вас, к вам никак не относится. Понятно, вообще спасибо. Все, не за что. Так, последний вопрос от Сингоку. Принимаю, инвайт. Вот, это, во-первых, по поводу новогоднего. Насколько будет сильнее просидать фпс из-за снега и всего того подобного. Потому что, вот, у некоторых гитара железная мощная, сейчас иногда просидать фпс, и насколько будет жестоко из-за новогоднего. То есть, снег, это все, и измененная карта. Я хочу, порядка, спросить. Я понял твой вопрос. Гаври Декс. Ну, смотри, насколько мне известно, насколько мне известно, то это не особо сильно должно влиять как-то на производительность. То есть, опять же, эта карта сделана максимально оптимизирована, как могут разработчики со своей стороны. Но, опять же, это все зависит, наверное, от компьютера и влияние может быть у отдельно взятого игрока. Но, сказать, насколько сильно я не могу. Ладно. То есть, в целом, не должно быть такого, чтобы на летней карте у вас все было окей, на зимний у вас минус минус. Просто было иногда то, что, когда получилась зимняя, то у некоторых была проблема, что они просто не могли зайти. То ли это просто на карту не грузилось, то я не помню. Нет, смотри, в то время, когда была зимняя карта и люди некоторые не могли войти, была в самой карте какая-то ошибка, которая почему-то выдавала такой сбой у некоторых игроков. Насколько я знаю, она сейчас по фикшену. Понятно. Все, хорошо, вопросов больше нет? Я что-то хотел задать, но, скорее всего, забыл, поэтому... Хорошо, если вспомнишь, можно написать в канал. Так, тогда мы передвигаемся дальше к каналу. Так, следующий вопрос от, получается, гварда по поводу новогодних праздников. Будут ли скидки на Новый год? Алекс? Да, будут. Все, хорошо. Вопрос от Микрона по поводу глобальных роллплей-ивентов. Алекс? Озвучу вопрос, где, где глобальные роллплей-ивенты между подразделениями по типу межрегионных эспекции базы и прочего. У нас жуки-дроиды дефектные иконы, доставка груза. Ну, извини, предстал так, потому что так удобнее, читать наоборот не буду. Значит, что по поводу самого вопроса. Можно задать лично вентологу? Вообще, вопрос, не администрации. Он раззадал в ответе. Глобальные роллы плей-ивенты. Первое, их проводить очень затратно сложно, поэтому они должны разрабатывать какой-то пронжуток времени. Это первый момент. Второй момент, они проводятся по мере необходимости. В основном вас разбавляют обычными ивентами, дабы сгладить вашу рутину на базе. Вот. В принципе, считай, что на вопрос ответил. Окей, хорошо. Двигаемся дальше. Вопрос зеффинга по поводу обновления. При добавлении кастом текстур через донат будут ли это, будет ли что-то делать, чтобы остановить бесплатный кастом через VTF? Если я правильно понимаю, бесплатный кастом через VTF, это имеется в виду, что некоторые люди себе текстуры кастомные на модели накладывают. Если это так, я правильно понял, то нет, когда выйдет глобальная обнова с кастомизацией, то, насколько я знаю, не будет никаких действий, которые как-то этому воспрепятствуют. то есть по-прежнему можно будет ставить кастом текстуры, но опять же следует понимать, что когда будет кастом, и ты его себе поставишь официальный, его будут видеть все. А если ты поставишь только бесплатный кастом, как вы сейчас делаете, то он будет виден только вам. Тут надо просто приоритеты для себя выбирать. Окей, все, отлично. Просто от Люцифера по поводу глобальных ивентов. Будут ли вообще проводиться глобальные ивенты, нападения, подобие нападения генерала Гривуса, взять его принадленно, подобное сделанное в глобальном виде. Касательно нападения генерала Гривуса, да, это будет. В каком виде это будет проходить, вы узнаете впоследствии, сами все поймете. Касательно глобальных ивентов в целом это вопрос скорее к ивентологу, потому что он этим занимается. Но в целом по мере необходимости да, будут. Так, Васко, если у тебя есть что сказать по поводу глобальных ивентов, поднимай руку. Можешь присоединяться. Так, спасибо, еще раз парень, всем объясняю по поводу ивентов. Ивенты мы стараемся, раньше мы проводили более чаще, но начали многие жаловать, что им это мешает в прокачке званий. Поэтому мы уменьшили объем проведения самих ивентов, поэтому сейчас где-то раз в два дня, в три делаем. Стараемся делать их нечасто. Сразу отвечу, там был предыдущий вопрос, который Алекс встречал. Мы сделали один раз, даже не один раз, два раза тестовых таких режимах поставки на базу. Думаю, все эти прекрасные моменты помнят. Но вы же отзывы не пишете и никто особо об этом не говорит. Мы не можем понять, нравится это вам, как вообще комьюнити, как самим игрокам, участникам, или это не нравится. То, что пишут, пишут люди по-разному. Поэтому мы не можем понять, что именно вы хотели бы. Опять же, другой момент, это кто-то любит, это 50 на 50, кто-то любит просто пострюшки, кто-то любит просто RP. и невозможно всем угодить. Это тоже понимать надо, потому что люди все разные, каждый хочет что-то свое. Когда мне, например, пишут, предлагают ивенты, мы к этому прислушаемся, у меня есть помощники, все это знают, там есть также вопрос по поводу помощников. Сразу же отвечу. Помощники, они мне помогают, то есть они помогают тем, что мы делаем ивент, мы все вместе его продумываем, стараемся. Да, мы тоже не какие-то суперкомпьютеры, которые прям можем все до мелочей продумать, все мы люди, как говорится, можем все ошибиться, но тем не менее мы стараемся сделать это максимально приемлемо для всех. Также есть куча нюансов, это тоже парни надо понимать, то есть например одно подразделение боевое, другое, не боевое, и у всех регламент абсолютно разный. И эти моменты мы тоже пытаемся учесть, но оно опять же получается по-разному. это касательно тех, кого я беру помогать, какие-то ключевые сюжетные играют роли. Опять же, все зависит от нюансов, например, какой-то бывает метагейминг, либо еще какие-то бывают нюансы, например, нужен человек, который определенно должен играть роль, он тут пропадает именно опять же, ладно, на этом и будем застряться. В общем, что касательно основных ивентов, вы пишите, если есть какие-то идеи, даже какие-то предложения, опять же, больше пишите отзывы. Мы смотрим на отзывы и согласно этих отзывов уже основываемся на вашем настроении. И поэтому ивенты мы стараемся делать постоянно разношерстные. Опять же, тут говорю, есть нюансы, но это тоже понимать надо. Ну и другой момент, очень много людей жалуются, что мы мешаем ивентами им качаться, поднимать свои звания. выполнять критерии. Вот. Поэтому, опять же, тут делать такое, сугубо каждое личное. В принципе, у меня все. Все, хорошо, спасибо. Так, Коди, я вижу, ты руку поднял. Мы сейчас рассматривать вопросы по ручке не будем. Мы будем двигаться дальше по каналу и впоследствии уже скажем, когда что можно будет поднимать и когда будем с этим работать. ответить. идем тогда дальше. Вопрос от Onyx. Будут ли ивенты, которые будут влиять на ход событий базы? Опять же, вопрос ивентологу. Если он посчитает, что это необходимо, то будет такое. Но дам, скажем так, небольшой инсайтик, он считает, что такое необходимо. Соответственно, думаю, ответил на вопрос. Будут ли когда-нибудь добавлены обновленные спецоперации? Вопрос от Dazae Osama. Так, насчет спецопераций, то есть, имеется в виду, я так понял, ивентов. Автоевенты, да. Да, вот, что касается автоевентов, то получается в ближайшем будущем, опять же, выйдет глобальное обновление, в котором, скорее всего, то есть, я не гарантирую, но просто сейчас говорю наиболее вероятный исход, там не будет фактически новых спецопераций, но по моей информации, опять же, в этой глобальной обнове будет добавлен именно фундамент для того, чтобы в будущем, то есть, после этой обновы создавать, либо же придумывать, каким-либо образом реализовывать новые спецоперации, было очень просто. Вот, а что, ну, также при глобальном обновлении будет немножко изменена система уже существующих автоевентов, что я имею ввиду, то есть, будет добавлена такая система, которая позволит очень просто и очень быстро менять какие-либо параметры ход уже существующих ивентов, то есть, это можно будет делать часто и быстро, и если подумать, то с какой-то точки зрения уже нынешние ивенты могут получается из раза в раз быть какими-то новыми мероприятиями в глазах людей. В принципе, я сказал, что хотел. Хорошо, отлично. Идем далее. Вопрос от кулера по поводу карт. Будет ли лет на зимней карте? На самом деле, тут можно просто подумать логически. Раз уж у нас в данную секунду есть водоем на нашей основной мапе, то вряд ли вода за 2-3 месяца условных, когда снег де-факто должен навалить, возьмет и испарится. Либо же останется просто незамерзший. Идем дальше. Вопрос от Максуткова по поводу межлегионных игр. Когда уже проведут обещанные абсолютно всеми межлегионные игры? Алекс? По поводу межлегионных игр не понял к чему вопрос. Если летом уже проводились межлегионные игры и результаты были ранее огласены всем подразделениям кто победил, как победил, то, сколько я набрал баллов и тому подобное. Ну, соответственно, у меня все. Это было уже проведено. Соответственно, добавлю, периодичность межлегионных игр плюс-минус раз в год, раз... два раза в год, то есть раз в полгода. Сейчас конкретно не особо планируется их проводить по причине грядущих обновлений в виде зимнего и глобального и по причине последующей работы над обновлениями. И касательно таких вопросов впоследствии их лучше стоит задавать советникам, так как они занимаются в целом РП-моментами на нашем сервере, которые решаются на уровне условного РП-штаба и представительства штаба. То есть если они скажут нам, что межлегионные игры нужны и смогут а не смогут их реализовать и представить, то, соответственно, уже будем их делать. Далее вопрос от Ламбады по поводу РП. Согласна ли администрация с добавлением мирных жителей моделей и наемников также моделей для отрывания РП на ивентах или чего-то подобного и, соответственно, их использование? Многие уже устали фантазировать, что перед ними стоит наемник или кто-то другой, но уже точно не клон собрат. По поводу этого согласна ли администрация? Да, согласна, конечно. По поводу того, будет ли это добавлено или нет, мы пока что такой информации не обладаем. Если Дэкс может что-то сказать, говори. Пока ничего не могу начать этого сказать. Все, хорошо. Тогда возможно в будущем это будет, но опять же возможно. Ничего конкретного пока не говорим. на вопрос Аккермана касательно ивентолога и его помощников Васка уже сам ответил. То есть, они помогают в разработке, в реализации и в идейности самого ивента. Вопрос от Демонессы по поводу новогодних праздников. Будут ли добавлены новые спецоперации? Как уже говорил Дэкс, они будут иметь возможность перерабатываться в кратчайшие сроки. Соответственно, можно считать, что можно их будет считать новыми спецоперациями. То есть, они уже не будут похожи на то, что было раньше. Далее. Зачем у КМДСТ вопрос от военного стоит на вооружении Валкин 38Х? Хорошо. Объясняю. Если мы говорим со стороны РП, то командирский состав солдат-клонов является КМД составом самого многочисленного подразделения. Соответственно, они в боях каких-то открытых не участвуют в 99,9% случаев. Можно сказать, что остальные подразделения и их штабные офицеры и командиры также этого не делают, но уточняю, что это именно командиры СТ, поэтому, соответственно, в боях они не участвуют. Для этого у них для своей же обороны есть дальность стрелы в виде Валкина и в целом оружие довольно мощное, которое позволяет держать позицию и не чувствовать себя беззащитным на безопасном при этом расстоянии. Если мы говорим с точки зрения нон-РП, то Валкин им добавлен был не нами. Мы точно сказать не можем почему на них, но оружие это справедливое для их звания и в принципе вписывающееся в их концепцию. Далее вопрос Брауна касательно бафа бега, скорости бега конкретно, 41-го ИРК. Говорю сразу, что администрация планирует это убрать. Еще давным-давно планировала, между прочим, но не сошлось немножко. Соответственно, это будет пофикшено, но скорость бега у 41-го останется увеличенной в связи с их тематикой основной. То есть передвижение, пересечение больших расстояний в большей степени пешком. Но, повторюсь, скорость бега, которую они имеют сейчас, они ее потеряют. Она будет резана в пару раз. Возможно. Возможно больше, возможно меньше. Далее вопрос от Коди касательно нового подразделения. Планируется ли введение нового подразделения, будет новое вооружение у подразделения и будет ли новая техника на базе? Декс? Насчет подразделения, нет, таких планов нету. То есть нового подразделения скорее всего никакого введено не будет. Техники тоже не будет. Именно в следующем глобальном обновлении точно не будет техники. Насчет вооружения, то в следующей обнове вся оружейная система будет вообще полностью переработана. То есть она будет очень сильно отличаться от той, что есть сейчас. Она намного усложнится, станет намного более интересной. То есть получается даже когда Insane раньше сам проводил собрание, он наверняка уже вам озвучивал некоторые моменты, связанные с изменением оружейной системы. Ну насчет именно прям новых пушек, полностью новых, уникальных, тех, которых нет сейчас, то я точно не могу сказать. Но даже если они будут, то никто это даже особо не заметит, потому что опять же акцент будет на изменение уже существующей системы. Она очень сильно изменится. Все в принципе. Так, Декс, там сразу же несколько вопросов. Да, я вижу. Они твои. Ага. Насчет карты. Будет ли когда-нибудь полностью новая карта? Когда-нибудь, может быть, будет. Пока не планируется. Следующий вопрос. Планируется ли планируется ли расширение карты и смена карты? А насколько я знаю, расширение карты не планируется. В этом это, насколько я знаю, технически сейчас невозможно. Даже если возможно, то не профит. А насчет смены карты нет. Пока таких планов нет. Опять же, если имеется в виду смена основной карты. Дальше. Будет ли убран быстрый бег, когда у тебя в руках Z6? Этот вопрос тоже касается как раз-таки обновления оружейной системы. То есть, будет очень много новых параметров, на которые будет влиять оружие, в том числе и на скорость. Будет ли расширение карты? Уже отвечал. В принципе, дальше уже вам вопросы. Вопрос от военного по поводу дроидов. Почему дроидов диверсантами? Назвали диверсантами, хотя они дроиды команды с их той же войной комфайкс? Они проводят диверсии на сусервере и опять же, по сути своей деятельность слабых не меняется, поэтому так сказать, не особо имеется смысла, как их называть, если специфика их не меняется абсолютно. Как-то так. Если что добавить, добавлять. на вопрос думаю, ответили, нечего добавлять. Хорошо. Дайкс, дальше вопрос тебе. Отходи? По поводу механики. Планируются ли новые игровые механики, анимации, ближний бой и так далее. В следующей глобальной обнове, да, будет на самом деле очень много механик. Я не буду сейчас говорить конкретно какие, но да, планируется. Их будет достаточно, чтобы все в принципе очень сильно обрадовались. Все. Драник. Еще вопрос от него. еще вопрос от него. Так, снег, можно ли будет отключить снег на строках сервера? Нет, нельзя, потому что снег это часть карты. Скидки. Какой максимальный процент скидок на донат будет на новогодние праздники? Дело в том, что как раз такие скидки это такая автоматизированная система и они не проставляются каждый раз вручную. Поэтому я не смогу точно сказать. Но наверное, по моему предположению, то чем ближе к новому году, тем больше. Но не точно. Хорошо. Так, вопрос от райдера по поводу настроек. Что делают такие параметры настройки, как эффект трассера, вспышки и импакта? Как они работают, что улучшают? Ну, смотри, я сейчас отвечу так, в меру своих знаний об этом всем. То есть, эффект трассера, эффект вспышки и эффект импакта это именно параметры, которые отображают эффекты выстрела. То есть, вспышку выстрела, трассер от выстрела, то есть, линия, грубо говоря, фазма, которая летит от стола до цели. Вот, при их отключении они визуально отключаются. Вот и все. Так, окей, хорошо. Далее, вопрос от Дранника по поводу доната. Сколько будет стоить кастом-модели игрока? Смотри, во-первых, цены сейчас никто тебе не скажет, потому что это даже еще не продумывалось, именно этот аспект обновления. Ну, в принципе, все, да. По ценам сказал. Их еще даже нет. Все, хорошо. Вопрос от Ноки по поводу става вар. Будет ли все-таки решена ситуация взаимодействия Диспо и Гвардии между собой, кто главнее, кто независимее? Во-первых, скажу, что нету главного и нет того, кто более главный, нет того, кто более независим. Каждый действует в рамках своих полномочий. В целом, Алекс, отвечаешь на вопрос? Да, конечно. По поводу Диспо и Гвардии, давайте исследовать логически все же. У Диспо есть дисциплинарный блок, в котором работают правила, установленные Дисбатом для избежания побега вошеденных, а также для избежания возможной помощи побега вошеденных. Соответственно, на конкретной территории соблюдается регламент Дисбата. В любом случае, Гвардия может найти на эту территорию в рамках исполнения своих должностных обязанностей. В другую же очередь, на базе все равно Гвардия исполняет охранную функцию для поддержания правопорядка. Поэтому, кто из них главный, ну, это такой себе вопрос. Гвардия априори имеет приоритет в том плане, что она поддерживает дисциплину, и это ее прямая и первостепенная задача. Дисбата в свою очередь занимается перевоспитанием ошеденных и защитой дисблока от побега ошеденных, а также помощи побега ошеденных. Поэтому, ну, я что ответил. Хорошо. Далее, вопрос от Драника по поводу дроидов. Почему в в панели нет информации о дроидах, как о подразделениях, если клоны знают про их звание и так далее? Скажу так, изначально при введении всей этой системы с F-панелью, с ее проработкой, об этом никто не задумывался, и это не планировалось вводить. Соответственно, впоследствии вскользь несколько раз упоминалась данная тема, но какого-то особого продвижения она не получила. Сейчас мы тоже получили уже нынешний состав администрации несколько вопросов и предложений касательно внесения дроидов в F-панель. Мы по поводу этого подумаем, и возможно в будущем вы увидите какой-то результат данных мыслей. Далее. Вопрос от пожилого ветерана. Выдача формы с подполковника Плюс. Почему администрация отказывается выдавать white list с подполковника СТ? Только, пожалуйста, без упоминания привязки инструкторов, у них нет мотивации повышать и переводить состав. Буду откровенен, нам он намного нужнее, чем ИПК, так как подразделение у нас самое многочисленное, переводы надо оформлять часто, повышение тоже и 4 человека для такого объема работы будет мало. Во-первых, касательно того, что 4 человека для такого объема работы мало нет, я с этим не согласен откровенно. Почему? Потому что повышение СТ проходит в большей степени до рядового первого класса. То есть, меньшее количество идет на последующие звания. Соответственно, у вас все это распределено так, что вы повышаете всех только после спецопераций и, опираясь на это, кто-то один после какой-то из спецопераций может зайти практически 100%. Я знаю сейчас, что у вас ни один из КМД не может заходить после первого ивента, и вот как раз таки тут уже не обойтись без упоминания инструкторов, потому что налаживая отношения между подразделениями, взаимодействия, контактируя и давая вам самим мотивацию им работать с вашим составом, вы нивелируете данную проблему. То есть, работая с инструкторами, вы ее закрываете. И опять же, в ваших же силах придумать данную мотивацию. обговорить все это между своими командирскими составами и уже прийти к общему консенсусу. Думаю, ответил на вопрос. А, и по поводу того, что вам нужнее, нежели ИПКшникам, в целом нет, потому что ИПК берут с кадета, соответственно, формам нужно выдавать больше. В СТ принимают инструктора. Ну, в плане, что выдают форму СТшек инструктора. Окей, двигаемся дальше. Вопросы, вопрос от Бетхода. Сколько дней будут идти скидки сразу же после начала нового года в 0.0? Ну, смотри, насчет скидок. Опять же, я, как уже говорил ранее, эта система уже написана очень давно, заранее, то есть, и она полностью автоматическая. То есть, это вручную и на данный момент не проставляется уже очень давно. И поэтому не смогу тебе ответить, потому что даже сам не знаю. то есть, в каком промежутке времени будут вообще действовать скидки и какие они будут. Так, все. Окей, идем далее. Вопрос от чипа, касательно вооружения. Будет изменено вооружение у Адисба, так как на данный момент они являются не боевым подразделением, хотя у них оружие, как у тех же боевых подразделений. Отвечу сам. Вместо с глобальным обновлением будет выходить перевооружение, о котором уже все, в принципе, знают. Оно планировалось еще до глобального обновления, но впоследствии решили не делить все на два пласта и совместить воедино. Таким образом, глобальное обновление будет еще и перевооружать подразделение. Вот тогда вы и узнаете, как переработать подразделение у Адисба. Ой, не подразделение, а вооружение. Так, вопрос от Ламборгини. Вооружение и звание. Будет ли перевооружение у медкорпуса и звание в том числе? Касательно будет ли изменение званий в том, не особо понял. Как я понимаю, имеется в виду, будет ли другая система званий, допустим, более расширенная? Этого пока что не планируется, если вопрос относится к этому. Если мы говорим о перевооружении, то, опять же, та же ситуация, что есть с Батом. Если не если, а во время выхода глобального обновления, вы все узнаете, какое будет вооружение непосредственно у каких подразделений. Далее вопрос от Дезайо Само по администрации. Будут ли другие звания броня для администрации, кроме советника? Не планируется, да и не видим в этом смысла. Вопрос от Макс Ксуткова. Есть ли у нас в планах выбор нового советника? Алекс? По поводу самого вопроса. В любом случае, будем честны, кандидаты присматриваются, планы, конечно, строятся, но конкретные моменты данного вопроса я разглашать не буду. В целом, если отвечать, имеются планы и анализируются, просматриваются и тому тому подобное. Окей. Вопрос от военного по поводу моделей дроидов. Почему убрали старые модели дроидов? Думаю, очевидно, их обновили, и они стали выглядеть более лучше. Не более лучше, а лучше. Дальше. Вопрос от Гварда. Смотрите, как сделаем. Сейчас мы работаем с последним вопросом от Гварда по поводу обновления. После этого вы пишите, что вас интересует в данный канал собрания с комьюнити, а мы поотвечаем на вопросы по рукам в это время. Примерно 5-10 минут мы поотвечаем на эти вопросы и вернемся к каналу, чтобы накопилось вопросиков у нас. Все. Так вот, вопрос от Гварда. Есть ли информация, когда примерно будет глобальное обновление? Декс? Ну, смотри, вот тоже это очень такой вопрос, хайповый, насчет даты выхода обновления. Смотри, в чем проблема этого вопроса? В том, что на него ответа нет и на данный момент быть не может. Сейчас постараюсь объяснить, почему. Смотри, когда обновление не завершено технически, невозможно дать точных дат. Потому что на любом этапе, даже вот, опять же, я выше, ну, получается, ранее говорил, то, что осталось там около 15, 20% от всего объема контента. И даже на этих 15% опять могут возникнуть какие-либо трудности либо же проблемы, которые очень сильно застопят ход разработки. Также проблема еще в том, что не хватает людей, которые над этим обновлением, получается, работают. Поэтому, опять же, это все может затянуться, и никто не может дать точных сроков. вот, но по информации, доступной мне, как я вот вижу, как я знаю, над обновой очень сильно потеют на данный момент. То есть, общается, над ней работают, и в теории не собираются эту работу забрасывать. То есть, есть очень такая сильная цель закончить это обновление. Пока, наверное, вот так смогу ответить. Отлично. Теперь, у кого есть какие-то вопросы, которые вас интересуют, поднимайте руку снизу на панельке, и мы будем вас в порядке очереди, соответственно, вызывать на трибуну. Так, первый вопрос от Тарика. Принимаю инвайт. Меня интересует... Здравствуйте всем. Привет. Меня интересует вопрос, типа, а можно ли как-то в будущем, не прямо сейчас, то есть, сделать, чтобы в баре можно было бы сидеть за стульями, на стульях адекватно, типа. Я понял, анимацию сидения. Ну, да-да-да, типа это... Ну, что касается этого, может быть, когда-нибудь в будущем так можно сделать, но на данный момент это не входит в приоритет разработки. Хорошо, спасибо. Следующий, дазай, принимаю инвайт. Можешь говорить. Меня интересует такой вопрос, будет ли изменен вид базы самой. Например, под новогодний вид. Да, конечно, база будет изменена вместе с выходом новогоднего обновления, как и вся карта в целом. Спасибо за ответ. Не за что. Так, Альфарион, следующий. Принимай инвайт. Еще раз приветствую. Я по поводу вопроса, который был дан пожилым ветеранам, по поводу именно выдачи форм и так далее. Конкретно меня интересует факт того, что, допустим, инструкторы обучают кадетов и предлагают форму либо же пилота-рекрута, либо же СТ. Большинство идет в СТ, а редко я кого видел именно из ИПК, чтобы именно обучали кадетов и выдавали им форму. К тому же вот истекает из этого вопрос, почему бы не разрешить подполковникам тоже это делать, так как командиры и капитаны ИПК. Ну, на этот вопрос мы уже отвечали. Да, но это как-то странная логика, потому что, допустим, тот же ИПК немного состава кем идет, и потребности такой не видно, а вот ВСТ в целом так Ну, во-первых, я не сказал бы, что КПК идет много состава, прости, что я тебя перебил. Вот, я бы не сказал, что КПК идет не много состава, соответственно, у них большое количество людей присутствует и играет. А дисс-связь между этим, то, почему это не коррелирует между собой, я уже объяснял, когда отвечал на вопрос пожаловать ветеранам. Ну, ладно, хорошо, спасибо. Так, Куилле, следующий, принимал инвайт. Здравствуйте, меня слышно? Да, привет, тебя слышно. Можно два вопроса сразу задать? Да, конечно, задавай. Первый из них, это правда ли то, что до конца этой недели выйдет новогоднее обновление, или вы придете ждать дольше? Ну, я же уже говорил, то, что планируется, если ничего я понял. Ну, давай-то повторюсь. Если вдруг не возникнет никаких проблем и все пойдет так, как и планируется, то в течение следующих трех дней оно будет залито. Второй вопрос. Когда-то давным-давно мои праотцы Ки-1 делали запрос на новое звание инстеканта. Будет ли? Оно будет видимо. Ваш запрос мы давным-давно еще приняли и узнаете впоследствии. Мы над этим думали и мы это держимся в голове. Пока что у нас пациентов будет это или нет введено мы сказать не можем. Но в теории да. В теории. Это все? Да. Благодарю. Все, хорошо. Следующий вопрос от Omicron. Давай. Надеюсь, меня слышно. Да, меня слышно. Да. У меня вопрос по поводу БСО. А вот конкретно по поводу инженера. будет ли вообще как-то переработана механика ну или же вооружение инженера на глобальном обновлении. Так как зачастую это можно часто встретить. Инженер с помощью своего гранатомета залезает во время авто-ивентов или просто во время квалификации спецоперации академии офицеров и прочего в недоступные совершенно другим клонам места. это является нарушением техники безопасности но это далеко не всегда кого-то останавливает. Будет ли это как-то исправлено или ограничено? Так, смотри, я не совсем понял суть вопроса. Инженер дэмэдж бустится и не останавливает никого, что это нарушение техники безопасности. Будет ли это как-то пофикшено? Ну да, скорее всего да. Все, спасибо. Это первое, второе, это не техника безопасности больше, а уже нонерпай моменты. Какой человек в здравом уме будет под себя хуярить с гранатометом в реальной жизни? Такие, двигаемся дальше. Лолман, слава тебе, принимаю инвайт. Можешь говорить? Да, вот, у меня вопрос насчет ЭРК, да, вот, их убрали вроде, потому что не было договорности с КМД нормального, все отказались от них, да, когда примерно их собираются снова ввести? Алекс, ответишь? Как уже говорилось неоднократно, до глобального обновления даже не будут рассматриваться варианты их возрастения. После глобального обновления уже будут как минимум рассматриваться варианты их возрастения, но даже это не гарантирует того, что они вернутся на 100%, то есть это будет только обдумываться. Вопросы в этом месте есть? Нет, все, спасибо. Все, хорошо. И последний вопрос от Коди. Принимаю инвайз. Пока что скажу, Коди, подожди, а у кого еще есть какие-то вопросы устные, поднимайте руку и будем вас спрашивать. Хорошо, Коди, можешь говорить. тебя не слышно, если ты говоришь. Хорошо, пока Коди у нас пытается настроить дискорд, ламбада принимает вайс. Так, меня слышно? Да, да, да. Есть большой вопрос, как раз таки для улучшения возможностей ивентолога можно ли будет добавить функционал в тостов что-то по типу замены модели без самой смены формы, то есть, чтобы можно было поменять тег, звание, подразделение для того, чтобы можно было обыгрывать фактически дроидов, которые будут переодеты так, чтобы их метагеймеры не замечали. Я так понял, вопрос ко мне, да? Ну, возможно, да. Я, ну, смотри, насчет этого никто вообще не думал, этого нету в приоритетах и я не могу тебе точно сказать, но в любом случае я твою мысль услышал, то есть, обещать ничего не могу и, скорее всего, этого даже не будет, но шансы есть. Тогда это все спасибо. Угу, всего хорошего. Так, Коуди, прием. Не прием, к сожалению. Хорошо, Коуди, тогда как только у тебя появится возможность говорить, если ты нас сейчас слышишь, поднимешь руку, мы тебя снова позовем. Пока что переходим снова к каналу. Вопрос от Дани Ла-ла-ла-ла-ла. Касательно вооружение. В последующем обновлении вооружения оружия будет доступно только то, что название или же можно будет самому выбрать, с чем воевать. Давай, говори. Так, насчет вооружения. Опять же, я сказал уже, то, что очень сильно изменится оружейная система в том числе и, как сказать, сейчас, секунду. Ну, в том числе и вот именно факторы, которые повлияют на то, какое оружие вообще можно брать, кто его может брать и так далее. То есть, это все будет изменено. Но подробно сказать, как, я не могу. Окей. Так, вопрос от Корги Лавы. По поводу анимации. Будет ли добавлена и переработана анимация клонов? Если добавят NPC, то будут ли у них анимации? Декс? Насчет анимации, скорее всего, либо нет, либо в меньшей степени, потому что нету аниматоров, которые могли бы всем этим заниматься. Вот. А также приоритеты более, ну, немножко на другие вещи больше направлены. и в совокупности этих двух факторов вот, либо нет, либо в меньшей степени. окей. Идем далее. Так вот, идем далее. Вопрос от Драника. Кстати, на ролей. Планируется ли добавление новых ролей специально для ивентов? То есть, отдельных фракций, таких как дроидов, мирных жителей, наемников и так далее. Вопросы уже отвечали. В целом, хотелось бы такое видеть, и в теории это возможно. Но опять же, в теории. И нужно ждать определенное время для этого. Так, думаю, ответил. Идем дальше. Вопрос от Дайзая Асаму в технике. Будет ли изменено управление тем же Ла Атай? Декс? Вероятнее всего, нет. Вероятнее всего, технику не буду трогать вообще никаким образом в рамках следующего глобального обновления. Хорошо, идем далее. Коди, черная агитация. Планируется ли наказание сроком вводить за черную агитацию? Так же, зачастую, чушу от бойцов. И пока, страница, кто говорят, что пока особо нет плюсов. И там скучно, ничего, где-то больше идут в СТМ. По поводу черных агитаций. Да, это наказуемо на текущий момент даже времени. Если это было замечено, либо это было слышно, вы могли подать залобу и там уже разбираться фактически, что было, кем было сказано и в какой пунктах времени. Так как это влияет на приток состава в подразделении. Ну, опять же, это запрещено. думаю, ответил далее. Открыли. Техника безопасности. Будет ли введен запрет на использование гранатомета на стрельбисе, если его еще нет? Насколько я помню, как такового запрета на гранатомет на стрельбисе нету, отдельного. В принципе, идея имеет место быть, скорее всего, да, будет. Далее. Ивентолог. Имеет ли право ивентолог пользоваться багами игры для того, гроссороли, например, играть закона, но иметь над моделью роль дроида-диверсанта, то есть предателя? Честно сказать, не видел подобного бага. И в целом нет, вентолог не может пользоваться багами, так как это запрещено правилом сервера, и тем более это может поломать саму работу структуры сервера и может привести к непредвиденным ошибкам, поэтому нет, это запрещено. Двигаемся далее. почему сделали подразделение о дисках техработы все это время следило за осужденными и заключенными. в целом могу сказать, что разделение конкретно такого вида работы это хорошо, потому что есть быти, которым не нравится подобный вид работы скажу из своего личного опыта, когда работа от дисп и гвардии совмещалась, то есть у меня был такой момент, когда я играл на одном проекте и подобный вид деятельности совмещался, честно, было так, то, что никто не был заинтересован проводить эти самые отработки и по итогу просто делюсь на две части, было 2-3 человека, которые кому-то было интересно, а остальным всем было неинтересно, когда их заставляла администрация, они просто убегали, поэтому с целью этого разделения, этой тяжкой моральной работы выделили отдельно о дисп. Так, кому-то есть что добавить? Да. В целом, еще говоря, о РП Лоре, насколько мы знаем, в открытых источниках нигде нет информации о том, что та же самая Карасанская гвардия выдвигалась и базировалась на каких-то определенных аванпостах, военных базах, планетах и тому подобных объектах, соответственно, исполнять свои полномочия полноценные она не может на нашей базе. Если есть какие-то злостые нарушители, они отправляются в военно-политическую тюрьму на Карасанте, соответственно, там уже за ними слит Карасанская гвардия. У нас же для исполнения их обязанностей вместе с Комендантской гвардией, которая прибывает на планету, был расположен контингент отдельного дисциплинарного батальона, который занимается отработкой уже непосредственно и исправлением осужденных. У меня все. Хорошо. Ясики с БП. Когда заменят ясики для пополнения боезапасов с обычных на те, которые стоят в казармах утира и в других местах. Декс? Ну, в ближайших обновлениях точно. Окей. Техника. Будет ли добавлен звук для латов? Насколько мне известно, на это влияет какой-то аддон, и у кого-то есть звуки, у кого-то нет звука. Подробнее, Декс, если можно сказать, пожалуйста. Так, вопрос насчет латов, да? Да, звука. Ну, как я уже говорил раньше, техника, техники не будут касаться в рамках обновления следующего глобального. Окей. Комьюнити-менеджер. Как случилось, или из-за чего комьюнити-менеджер стал Декс? На что смотрели, когда выбирали кандидата, и почему решили сделать вот такую новую должность? Так, вот насчет этого, смотри, скажу вкратце, то есть, просто в какой-то момент появилась в этом нужда. главным критерием того, что тут именно я, является осведомленность. То есть, среди многих я знаю достаточно, чтобы мочь ответить на большинство вопросов. Это если вкратце сказать. А то вообще зачем эта роль нужна, я уже отвечал. Хорошо, идем дальше. Конор, техника безопасности, будет ли введено ограничение на быстрый спуск с платформ для подсадок, чтобы бойцы не получили травмы и пускались вниз по каждой платформе? Тут я скажу чуть-чуть. Давайте снова вернемся к моменту с РК-инженером, который под себя с гранатомета стреляет, чтобы забуститься. Какой здравый человек в своем уме, в реальной жизни, не имея форс-мажорных обстоятельств будет специально спускаться с какого-то высокого места так, чтобы самому себе причинять вред. Мне кажется, здравый никакой. Соответственно, то же самое с клонами. Зачем им просто так себе наносить какой-то вред? Подворачивать ноги, ломать ноги, неважно, когда они спускаются. То есть это уже относится к РП-отигровке и РП-нарушениям. У меня все. Считаю, что Агресив ответил на вопрос недокватное у себя вредом. Ну, дефектных устройств. Далее вопрос от ДЗМС. Самый виноват. Будут ли добавлены другие литии веси, кроме баг-гранаты? Вероятнее всего, да. Окей. Сейчас разберем последний вопрос от Кока, потом будем опять вопросы по ручкам разбирать. Амнистия для осужденных. Будет ли когда-нибудь амнистия для осужденных, которые долгое время находятся в дисбате? Ну, скажу так, это не планировалось со стороны администрации, со стороны овнеров. кстати, у тебя есть такая информация? Ну, у меня такой информации нету. Скорее всего, опять же, это будет зависеть от администрации, если они посчитают нужным. но это не исключает того, что ее не будет в будущем. Хорошо, то есть общий ответ не планировалось, ну, из-за себя скажу, не вижу нужды. Вот таким вот образом. Хорошо. Теперь у кого есть вопросы, поднимайте ручки, будем приглашать. Также пишите вопрос в канал, будем там также разбираться через время. Первый арксер, принимай инвайт. Всем добрый вечер. У меня вопрос такого характера касается то, что вооружение у подразделений аркашников. Я знаю, что там Insane говорил по поводу того, что там будут добавлять модули различные. Я хотел бы уточнить, какие возможно узнать, что будут модули и у каких возможно подразделений будет доступ к этому оружию. Потому что говорили, что в зависимости от звания в каком-то подразделении будет выбор оружия. Так, смотри, в твоем вопросе речь идет именно про оружие аркашников. Если я правильно понял или нет. Да, повторюсь еще раз. Касается это оружие аркашников. У кого возможно будет доступ к этому оружию и оно как-то будет улучшено или будет повышен урон и прочее. Вероятнее всего общается оружие рк останется только у рк. Это вероятнее всего. А насчет модулей я не могу тебе точно сказать какие модули будут, их статы и так далее. Но в принципе даже базовые характеристики оружия скорее всего будут переделаны. то есть не учитывая новые модульные системы. Сразу второй такой простенький вопрос. На ивенты с дроидами ящики с боеприпасами хотя бы на точке высадки будут возвращены? Это уже к админам. Агрессив. Еще раз. Будут ли возвращены ящики с боеприпасами на ивенты с дроидами, верно? Да, хотя бы в зоне высадки. Так они есть в зоне высадки. Телесомые латы. Так да ну ни разу не видел. Ну может извините я может не знаю может я не играл на втором бз давно но на первом просто их нет поэтому решил спросить а то у вас обычно все зеркально. Такие вещи просто определяют именно админ этих серверов. Они говорят куда надо ставить где убрать и так далее. У нас они есть. Да тебе нужно если игрок первого тебе нужно у админов в первый сервер этот вопрос уточнить. Ну просто у вас обычно все было зеркально я понял виноват буду знать. Все спасибо. Давай удачи хорошо. Так поднимайте ручки поднимайте лавки Ну раз его чек нету приду вернуться в канал. Ломбада поднял Ломбада принимай инвайт. Еще привет. Вопрос насчет ролла как команды можно сказать один микро вопрос и один достаточно более углубленный микро вопрос из чего хотя бы потенциально из-за какой причины происходит такое что сам ролл то есть цифры которые выпадают иногда у людей разные то есть у кого-то там 30 у кого-то 35 хотя по факту там допустим 30 должно быть действительно раз почему происходит Ну на этот вопрос я не смогу ответить Стой стой но насколько я знаю в глобальной обнове это будет пофикшен то есть об этом знают разработчики Хорошо и второй более углубленный вопрос вот у нас происходит углубленные моменты ОРП то есть та же самая разминирование бомба там какое-то оно не используют через ролл то есть люди иногда его скипают но иногда ролл дает то число фактически которое линия РП не должно быть допустим больше 50 потому что оно взорвется а по сюжету оно не должно взрываться каким образом можно будет и вообще возможно ли и нужно ли поменять ровно что-то другое более скажем так нерандомное что ли Ну вообще насколько я знаю в принципе такие вопросы не поднимались особо до этого и насколько именно насколько я знаю не входит опять же высокие приоритеты по разработке наверное это даже больше админов зависит если админ скажет то что в принципе это надо то это будет перено уже но вообще насколько я знаю ролл уже можно общаться ролл можно задать числовые ограничения то есть допустим до 50 там до 30 и так далее в случае можно сказать что ролл не нужен потому что если заведомо нужно сделать какое-то решение которое должно быть а не ну только в определенном моменте то есть другого варианта не должно быть тогда вообще зачем он должен ну я в принципе понял твой вопрос но я на него наверное не смогу сейчас ответить то это нужно скорее всего через администраторов все-таки определяться что нужно добавить для чего это нужно и так далее так-то все спасибо скажу что мы услышали мы по поводу этого подумаем еще раз я приветствую тоже хотел переспросить насчет роллов один момент надеюсь медкорпус меня не будет пить за это ну ладно вот допустим есть ситуации которые допустим к примеру медкорпус отыгрывает по роллам есть ситуации вот коснулся там носа там руки чего-то там чего-то там коснулся закрыл глаза и коснулся они просят тебя отыграть ролл это сделал или не сделал почему именно ну как относиться к таким роллам потому что действие тут должно быть совершено а это грубо говоря ты отыгреваешь ролл на то ты какой-то там дефект по так скажем по здоровью или нет такими роллами можно себе угробить грубо говоря так хорошо по поводу ситуации конкретно как я понял ты говоришь о моменте когда на медосмотре медкорпус просит прикоснуться кончиком это допустимо но это допустимая ситуация может быть еще другие может ну типа могут быть другие ситуации которые не только касаются тех же касаний например ну я конкретно там не вникал как и что там происходит но могут быть ситуации когда тебе просят кидать ролл на допустим тот же самый что вспомнил ламбада на взрыв бомбы или же ты там допустим совершаешь какое-то действие медкорпусе например операция какая-то там идет и ты должен там кинуть какой-то роллу хорошо я тебя услышал в целом за неимением другой механики помимо ролла данные действия должны либо заранее оговариваться то есть ты должны заранее понимать какой исход должен быть либо исключать присутствие ролла в ней допустим с той же самой бомбой как мы говорили либо ставить те же самые числовые ограничения сейчас секунду ну допустим я слышал была такая ситуация что там гвардеец когда-то там давным-давно ходил и определял есть ли у кого-то наркота по роллам было такое но это бред опять же должны понимать что является логичным и допустимым что не является своя голова тоже должна додумать ходить и определять условно есть ли у кого-то наркотики через слэш ролл нельзя то же самое как нельзя определять допустим есть ли дыхание либо нельзя подойти к клону через слэш мне прописать проверил пульс кинуть ролл и если пульса нет то клон должен умирать такого нельзя такого не может быть вообще это тоже бред хорошо то есть должна работать логика в этой ситуации и изначальная договоренность пока нет механики которая будет дополняла либо замещала ролл вопрос ответили благодарю омикрон принимай да благодарю вот у меня вопрос к администрации скорее планируется ли в рамках глобального обновления или в целом пересмотр приоритетов подразделений потому что ну немного под сомнением на самом деле то что инженерный пилотный корпус является вторым многочисленным подразделением является небоевым и его представители не могут принимать участие в качестве главнокомандующих и так далее и тому подобное ведь инженерный пилотный корпус часто ведет бои на земле несет постовую службу отбивается от дроидов жуков несет караульную постовую службу и также ведет активные бои в воздухе. То есть небоевым его назвать по сравнению с тем же самым адизмом или инструкторами нельзя. Я вопрос твой понял. Небоевой имеется в виду то, что они не принимают такого же участия в процентном соотношении именно на боях, именно в боях один на один, то есть в стычках, которые проводятся у нас в разных секторах. То есть непосредственно у них своя деятельность есть. Они занимаются в целом техникой, инженерной деятельностью и ведут какую-либо боевую уже непосредственную деятельность в том же воздухе, допустим. Передислоцируют бойцов на земле. Я просто много... Прошу прощения, перебил. Меня немного смущает момент с тем, что инженеры не могут вести... командовать на спецоперациях, автоивентах и подобных. Понял, к чему ты это спрашивал изначально. Можно вести дополнительный курс командования пехотой, чтобы... Смотри. Во-первых, нет, это добавлено, скорее всего, не будет. Касательно дополнительного курса командования пехотой. Это та же самая Академия офицеров пехотная. Я лично не вижу смысла вам ее проходить. В целом, вообще. Если у кого-то другой мнения этот счет, то мы уже по этому поводу подумаем. Но в целом не планируется добавлять возможность командующими. Сейчас живая ситуация. 8 минут до вылета, сбора старшего состава не было, сбора на ВПП не было, на плацу не было. Из офицеров только пилоты и спящие офицеры пехоты. Касательно этого никто не запрещает объявить сбор старшего состава тому, у кого просто есть система глобального оповещения, кто имеет к ним доступ. Запрещается лишь станет командующим тем же пилотом. Соответственно, если нет адекватного командующего, который может занять данную должность, не адекватного виноват, а подходящего по званию, по академии и так далее, займется этим более. Займется этим тот, кто будет подходить на эту должность больше всего из тех, кто будет присутствовать. Если такого присутствовать не будет, то уже будем действовать в зависимости от ситуации. Но редко бывает положение, когда вообще никто не может принять на себя командование, не в ходе самой спецоперации, ни перед, ни после. На вопрос ответили? Просто немного сомнительно, что те же самые инструктора или одисп, которые мы лишь совсем недавно запретили, могут также командовать пехоты. Нет, запретили. Я знаю, что Алекс изменил устав. Мы обратно откатили данные изменения. Уже обратно изменили. Там буквально спустя денек. То есть надзиратели за осужденными, которые не участвуют в активных стычках и инструктора, которые обучают одиспы по поводу прохождения ПК Академии после собрания. Хорошо, в таком случае повестишь нас об этом. Договоримся о времени. По поводу дисбата добавлю, дисбат может пройти Академию офицеров, являясь пехотным подразделением, но принимать на себя должность главную команду сегодня не имеют права. Так, а следующий печенька из цепи принимает приглашение. Да. Ну смотри, я уже на этот вопрос отвечал, вероятнее всего не будет. Либо же будет какие-нибудь переработки анимаций, но не в глобальном масштабе. Вы поняли, я только сегодня читера забанил. Да, твой вопрос понятен. И вероятнее всего при выходе глобального обновления вероятнее всего античит будет добавлен. То есть полностью написанные команды разработки. Надим ведется работа. Да и извиняюсь. Еще раз зайди, договори, если ты не договорил. Видимо, договорил. Окей, тогда следующий ломбаду принимаем вайт. Есть несколько интересных достаточно вопросов. Начну, это, скорее всего, больше к администрации вопросов. Есть сейчас на текущий момент, хотя не факт, что в администрации есть на текущий момент человек или несколько людей, которые занимаются картой. Именно вот Карелии на текущий момент. ты имеешь в виду изменения на карте делать какой-нибудь сторонний человек? Да. На основной карте, насколько я знаю, нет? Просто к чему вопрос? Если такой человек есть, то тут вопрос больше к администрации. у нас периодически участили случай, то, что не закрывается ворота W, и вот такую проблему решают путем учения испавных жгов перед воротами. Ну, грубо говоря, чтобы научить людей закрывать эти ворота. В принципе, все верно, то есть идея правильная и уже люди обучились и всегда закрывают ворота. Есть и постовые и все такое. Но иногда бывает то, что по ошибке ворота забывают закрывать. И можно ли сделать таким образом, чтобы если, допустим, хотя это даже неважно, если постовой нет, и если ворота не закрыты, то сделать какой-то обратный отсчет после открытия ворот, хотя бы там таймер минуту, две минуты, ворота сами закрывались автоматически, если не открыты. С этим могут быть, конечно, проблемы, то, что кто-то может застревать в этих воротах иногда по таймингу, но это, на мой взгляд, лучше, чем они будут в принципе всегда открыты и нарушать целостность безопасности базы. Так, еще раз, вопрос был к кому? К администрации? Да, больше к администрации, потому что это, скорее всего, будет зависеть от вас решение, нужно ли серверу, как администратор, рассчитать. Окей, во-первых, скажу, что никого мы не спавним, они сами залезают, но я без во-вторых, возможно ли такое сделать? Честно, я не знаю, если Dex может расширить мой ответ в этом плане, скажи что-нибудь. Я пока никак не буду комментировать. Окей, нужно ли это, нужно это или нет? На самом деле, идея интересная, мы ее возьмем себе на заметку и подумаем, кстати, на нее. И вопрос еще по расположению объектов на карте. Скорее всего, у меня только подозрение, я за кого-то говорить не имею права, но все-таки вопрос задам. Возможно ли будет успеть сделать небольшое дополнение пробами на базу до того, как выйдет глобальное обновление? Пробы максимально простые только для того, чтобы использовать эти пропы в РП целях, чтобы мы не стояли, грубо говоря, перед стеной и воображали, что мы допустим, что-то с них делаем. Как раз таки о чем я говорю, живой пример. У нас в связи того, что появился ивентолог и ивенты происходят, иногда используются тренировочные дроиды в целях какого-то мероприятия, и они используются непосредственно самими игроками, управляют ими. Можно ли будет на склад сделать хотя бы три просто стоящих проба дроида, чтобы можно было именно с ними взаимодействовать? И есть ли в этом смысл? Ну, смотри, я так понял, речь идет про пропы, которые уже есть в контенте существующем? Скорее всего, да, то есть, чтобы они стояли хотя бы не в Т-образной позе, а просто вот дроид стоит как болванка, да? Ну, я понял мысль, да. Ну, я не смогу точно ответить, но насколько после того, как выйдет новогодняя обнова на днях, то опять же, опять все силы будут направлены на завершение глобальной. Поэтому я не могу ничего обещать, то, что это будет. Но, опять же, это услышано. Предложение. И последний вопрос, это уже дарим непосредственно к администрации. Иногда происходят такие ситуации, даже если не утро, это может быть и днем, вот недавно все произошло. Вот, допустим, у нас идет цитадель. У нас не было возможности, чтобы кто-то был в ГК, соответственно, мы на каком-то уровне условном договорились, что те идут на допфунк, те идут на топе. Как только появилась и началась цитадель, согласно правилам, нужно объявить начало атаки. Без этого нельзя атаковать. Если ГК и не было, и нету до сих пор, то каким образом и могут ли вообще клоны начать атаку без СГО и, соответственно, без ГК? То есть, они же не должны просто стоять и смотреть на жуков, хотя время как бы идет. Как в этой ситуации быть? Еще раз, по каким правилам нельзя атаковать жуков до вот этого? Насколько мне правильно рассказывали, насколько я свердавлен, то, что без приказа ГК о начале атаки не разрешается начинать атаку непосредственно при операции стадель. Или я в чем-то не прав? Ну, скажем честно, это сугубо договоренность между игроками такая устная, потому что насколько мне известные тенги не прописаны. И, соответственно, опять же, исходим из логики. Так как не было угол на команду всего, кто должен объявить начало атаки, если уж вы договорились, что вы условно вылетаете между собой, то так же и продолжайте. То есть, вы между собой договариваетесь условно между ГК начать с тем, что все готовы и так же начинаете атаку совместно. Потому что, опять же, у вас нету бойца, который способен просто дать один приказ на начало атаки. Ну, нету гуглой команды всего, знаете говоря. Тогда немножечко уточню. То есть, получается, есть не очень такой момент. То есть, если нету ГК, но есть люди, у которых есть система СГО, то даже при условии того, что этот человек не является ГК, он может дать СГО на тему того, что можно начать атаку. И это не будет являться какой-то проблемой. Ну, в соответствии, если это было согласовано со всеми подразделениями, если кто-то не ответил, конечно, за его проблемы, но, в принципе, я допускаю подобный вариант. Я не считаю это нарушением. Хорошо, тогда это все. Спасибо большое. Так, Алекс, притормози, стой. Лолман, ты пока что заходи. Смотрите, сейчас мы занимаемся руками, то есть, уже Лолман это последний, кто по руке заходит. Дальше переходим в канал, что там по вопросам осталось, отвечаем и закругляемся с собранием. Все. Я могу задавать вопрос, получается? Да. Вопрос насчет, можно не добавить один из пунктов технику безопасности, а именно то, чтобы клон-команд с инженер не мог использовать на территории базы гранатомет, и исключение будет являться красный код. Ну, в том случае, потому что я не представляю, как можно использовать тренировочных случаях на территории базы гранатомет, который нанесет вреду бойцам. Если такое представляется возможно, естественно. Не проблема добавить. Другой вопрос, это будет еще рассмотрено, опять же, а в целом проблем именно по добавлению не имеется подобного пункта. Тогда все, спасибо.